1613 год. Успенский собор Московского Кремля. Состоялся Земский собор, на котором были собраны представители различных земель и сословий Русского Царства, для избрания на престол нового царя. На соборе был избран на царство Михаил Романов, положивший начало новой династии на Руси. Также была принесена клятва на верность роду Романовых в лице государя-царя и великого князя Михаила Феодоровича. «Всея Руси и самодержцы». Среди прочего в клятве сказаны слова, если сия клятва будет нарушена народом русским. И кто же пойдет против всего соборного постановления, царь ли, патриарх ли и всяк человек, да проклянется таковой всем веке и в будущем, отлучен он будет от святые троицы. Авель Тайновидец в беседе с императором Павлом Первым. Вопросил Павел Петрович монаха-прозорливца Авеля, кому передаст наследие и правление царское правнуки его Александр Третий, которого Авель назвал миротворцем и преемником на престоле Александру Второму Освободителю. Авель отвечал «Николаю Второму, святому царю, Иову Многострадальному подобному, будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную. О нем свидетельствует Писание, Псалмы 90-е, 10-е и 20-е открыли мне всю судьбу его. На венок терновый сменит он венец царский, предан будет народом своим, как некогда сын Божий. Искупитель будет, искупит собой народ свой, бескровно и жертве подобно. Война будет, великая война, мировая. По воздуху люди, как птицы, летать будут под водою, как рыбы плавать серую, зловонную, друг друга истреблять начнут. Накануне победы рухнет престол царский. Измена же будет расти и умножаться. И предан будет правнук твой. Многие потомки твои убелят одежду кровью агнца. Такожде мужик с топором возьмет в безумие власть, но и сам опосля восплачется. Наступит воистину казнь египетская. Горько зарыдал прорицатель Авель и сквозь слезы тихо продолжал. Столетие продлится безумие сие, но спустя ровно век русский народ осознает и покается, кем был умученный государь. И через сие покаяние снова восстанет народ русский. 1903 год. На прославлении преподобного Серафима Саровского, всея России чудотворца, навстречу государю Николаю Второму вышла подвижница-прозорливица Паша Саровская, которая предсказала государю и государыне за год рождение сына Алексея. Но не на радость, а на скорбь родится этот царственный птенчик, невинная и святая кровь которого будет выпиять на небо. Будет же это через 15 лет. Вы можете уехать в то время и сохраните жизни свои, но Россия погибнет. И если же останетесь, то убьют тебя с семейством твоим, но русский народ сохранится. На это государь спокойно ответил. Нет той жертвы, которую я не принес бы на благо Отечества своего. И если нужна жертва, пусть этой жертвой буду я. Боже царя хранит, сильный державый царствуй на славу, на славу нам. Николай Александрович Романов родился 6 мая 1868 года в день, когда Православная Церковь отмечает память святого Иова Многострадального. Этому совпадению он придавал большое значение, испытывая всю жизнь глубокую уверенность, что обречен на страшное испытание. Воспитание и образование цесаревича Николая проходило под личным руководством его отца, на традиционной религиозной основе и в аскетических условиях. Отец приучал сына спать на простых солдатских койках с жесткими подушками, утром обливаться холодной водой, на завтрак есть простую кашу. Милый Ники, как его звали в семье, мог себе позволить не так много из того, на что имели право его сверстники. Нельзя было шумно себя вести, возбранялось привлекать к себе внимание играми и детской вознёй, не допускались неразрешённые прогулки, бесконтрольные забавы. Как слабохарактерный смог бы так достойно взойти на свою Голгофу? А ведь взошёл. Не был он слабохарактерным. Николаев II достойно руководил Россией. Были великие достижения. Россия была на первом месте в мире по темпам экономического, в том числе промышленного развития. Была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции, кормила всю Европу. Россия была на пороге победы в Первой мировой войне. Должна была получить по договорам с союзниками Константинополь, Восфор, Дарданеллы и превратилась бы в самую мощную военно-экономическую державу в мире. То есть успехи России во главе с Николаем II были колоссальны. И открывалось великое будущее. Но в февральской революции 1917 года Россия оступилась накануне великих достижений. И в том, что она уступилась огромная вина и аристократии того времени, и высшего генералитета, и руководителей политических партий того времени, они думали, что вот если захватят власть, то очень быстро сами решат все проблемы. Ничего не вышло. Власть-то захватили, не удержали, и Россия оказалась вот в красной смуте. При Николае II Россия была страной, которая духовная ставила выше материального. Отношение мое, когда я учился в школе, было, наверное, как и ко всем правителям нашего государства, был такой и был, с определенными ошибками, как нам преподавали в школе, и с большими там достижениями, подвигами какими-то. То есть описывались в какой-то степени негативные стороны и положительные. Но ни для кого не секрет, что во время правления царя батюшки Николая II был огромный экономический рост. Повлияло на мое отношение к царской семье это посвящение Дивеева. Когда я узнал отношения Дивеевских святых, блаженных святых в царской семье, когда я изучал житие преподобного Серафима Царовского, когда батюшка Серафим сказал такие слова, что царя, который меня прославит, я прославлю. Здесь, мне кажется, не возникает для православного человека вопрос святости. Царской семьи и царя батюшки Николая. И православный человек не может негативно относиться к этой святой семье. В советское время отношения обусловлены той системой и тем образованием, которое получено в школе, теми штаммами, которые были заложены. Но я бы не сказал, что при этом было какое-то негативное, чрезмерное отношение в личном плане именно с какой-то ненавистью или с каким-то чрезмерным осуждением. Да, слабый, да, необходимо было менять. И вот наши предки торжественно, революционно это все осуществили. В дальнейшем, после распада Союза, этой темой особо не занимался. А впервые столкнулся с людьми, которые действительно любят, почитают государя. На Великолепском крестном ходе в 2008 году люди интересные, разносторонние. Я поначалу отнесся с недоверием, потому что все-таки штамм, видите, не просто сразу устранить. Но он стал интересоваться, читать много. Историческая литература, научная публично-чистическая. И, ну, самое главное, оно такое личное какое-то, если так можно выразиться, молитвенное общение, обращение к человеку. И понимание, и принятие, скажем так, ответа обратно, если так можно выразиться. И вот тут, да, прошла переоценка. И теперь я понимаю, что это святой человек, это государь, это молитвенник за нас, за всех, за нашу Русь, за наше Отечество. В этом году мы вернулись с орбиты. И поскольку наша экспедиция совпала с столетиями трагических событий, марта 1917 года, и ввиду своего личного почитания святого царя, я брал на орбиту с собой, его небольшую иконочку. В этот день мы, 15 марта, имею ввиду, были вместе мысленно и молитвенно с моими друзьями. Вспоминали этот день. Ну, в общем, как каждый по своим силам обращался к небесам, каждый со своего места. Ну, и также специально для экспедиции заказывал рубашку пола, именно в виде старого российского государственного флага. К 26 годам наследник российского престола – это скромный, приветливый и чуткий человек, высоко образованный, широким кругозором, прекрасно знающий русскую историю и литературу, в совершенстве владеющий основными европейскими языками. Блестящее образование соединилось у него с глубокой религиозностью и знанием духовной литературы, что нечасто было присуще для государственных деятелей того времени. Отец сумел внушить ему беззаветную любовь к России, чувство ответственности за ее судьбу. С детства Николаю стала близка мысль, что его главное предназначение – следовать российским основам, традициям, идеалам и служить своему народу. В том-то и дело, если мы посмотрим современные учебники по истории, там очень интересные отзывы даются о Николае II. Говорится о том, что человек, ну, безусловно, слабовольный, такая стандартная расхожая точка зрения. Говорится о том, что человек не был способен к государственному управлению, что создан был для семьи. Говорится о том, что человек был, безусловно, предан каким-то своим идеалам, но при этом общий вывод один, что в загадочной душе последнего русского государя тяжело разобраться. То есть полная мешанина. С одной стороны, сторонник самодержавия и действительно человек, который подавил первую революцию пятого года, а с другой стороны, слабохарактерный. На самом деле, это тот самый устойчивый миф, который был создан в начале века. Создан сознательно теми кругами, которые уже тогда, в общем-то, работали на создание такого абсолютно кровавого, отрицательного образа последнего русского государя с целью его свержения. На самом деле, еще в 83-м году в Джордан-Вилле была издана книга историка Евгения Алфирьева, император Николай II, как человек сильной воли. И вот там, четко, с опорой на документы, доказывается о том, что, вопреки вот этому устоявшемуся мифу, Николай II это был человек очень цельный, очень убежденный. И человек, который знал, куда вести корабль истории, корабль России. Потому что это был человек, у которого была очень четкая внутренняя позиция, основанная на православном мировоззрении. Это был очень духовный человек, то есть воспитанный в традициях православия, воспитанный известным русским консерватором Константином Петровичем Победоносцевым, на основе того, что демократия – ложь нашего времени, великая ложь нашего времени. То есть человек, который четко отставил в своей жизни консервативные, традиционные, православные ценности. Поэтому вот те ценности, которые для него были краеугольные, они были абсолютно не схожи вот с теми ценностями, которые тогда уже доминировали в обществе. Либеральные ценности, революционные ценности. Поэтому человек, который придерживается либерального, либо радикального мировоззрения, он никогда государя не поймет. Более того, он даже и, в общем-то, по большому счету, и не в состоянии будет это сделать, потому что у него иное мировоззрение. И вот если мы посмотрим все оценки, которые о нем существуют, они, в общем-то, в это вот несопоставление идеологий, они все и укладываются. Что, как это так? Правил столько лет и довел страну до революции. Правил столько лет и ничего не сделал для того, чтобы вывести страну из кризиса. А по большому счету, на чем базируются эти мысли? На том, что он не реализовал либеральную доктрину, не отказался от самодержавия, не отказался от православия, то есть то, что для него, в принципе, было неприемлемо. На самом деле, это был человек, который четко знал, еще раз подчеркиваю, куда везти корабль России. И он был человеком очень в этом плане смиренным, очень спокойным. Человеком, который не проявлял каких-то вот сильных, страстных, эмоциональных выплесков. То есть человек, судя по всему, который обладал даром внутренней молитвы. Он очень такой крепкий духовно человек. Человек, который в кризисные моменты, на самом-то деле, всегда гнул свою линию. Не нахраписто, не как Петр Первый, круша все на своем, в общем-то, пути. А очень так осторожно, постепенно. Но все прекрасно понимали, что если есть какая-то воля у государя, то ее, в общем-то, не сломить. Будь то это тогда, когда он стал верховным главнокомандующим в 15-м году, вопреки, в общем-то, мнению всего тогдашнего общества. Будь это в вопросе с проведением реформ. Тот же Витте пишет, что если бы не решимость государя, если бы не его поддержка, никаких реформ бы у нас никогда не было. В назначении Столыпина, когда в результате военно-полевых судов была подавлена Первая Русская Революция и был наведен порядок. И в вопросе его женитьбы, когда он, в общем-то, вопреки мнению отца и матери, в общем-то, очень тихо, так осторожно, смиренно, но настоял на своем браке и в итоге его добился. И вот в таких случаях мы можем привести огромное количество на протяжении его жизни. И обратите внимание, вот здесь, за моей спиной, вот та самая трагедия в 18-м году произошла, когда царская семья была уничтожена. Ведь обратите внимание, как он вел себя в последний год, в последние месяцы, дни своей жизни, как вела его семья. Это были люди, которые не унижались, не ползали на коленях, как Робеспьер, как тот же Зиновьев, когда его убивали во время репрессий. То есть это люди, которые не умоляли о прощении, а это люди, которые взошли на свою Голгофу с абсолютной убежденностью в том, что с ними Бог. И вот он сам как-то в одной из своих речей сказал, что в чем причина моего спокойствия, внутреннего спокойствия. В том, что я верю в то, что Господь со мной. Господь ведет меня, ведет мою семью, ведет Россию. И что бы в жизни ни произошло, я все это со смирением приму. Я живу уже 71 год, и на протяжении жизни было разное отношение к фигуре Николая II. В советское время нам, школьникам, людям молодым, говорили, что это кровавый царь. Припоминали Ходынку. Но потом, когда поменялась наша жизнь, и мы стали жить уже в Новой России, стали задумываться, а кто же такой был Николай II. И вот жизнь показывает то, что те, кто не спровергает сейчас, продолжает это делать, не спровергать образ, место, роль Николая II в жизни России и в нашей истории, они делают это злонамеренно. Когда мы делали фильм «Адмирал» и мне предложили играть роль Николая II, то мне пришлось задуматься об этой личности и погрузиться, и изучать, чтобы понять существо этого человека, который стал святым. И открылось то, что он знал свою судьбу, знал так же, как знал Иисус Христос, знал, что будет распят. Знал Лермонтов, что будет убит. И описывал это даже в своих отроческих стихах, как он будет убит. И Николаю II тоже было открыто за два почти десятилетия до его исхода, его крестный путь. Схемонах рассказал Николаю о том, что его ждёт. Поэтому он не боялся до последних времён своих, за свою судьбу, не опасался. Вот именно это я и хотел донести через моё воплощение образа Николая II. Человек знает свой крестный путь. Слабый царь? А так ли это? Ведь именно при нём Россия выходила на первые места в мире. И золото наше, золотые рубли, ценились как самая главная валюта в этом мире. Повышалась рождаемость, строились заводы, укреплялась экономика. Мы на глазах у всего мира под руководством, как говорят, некомпетентного царя, мы выходили на первое место в этом мире. И нам не дали это сделать. Было спланировано. Всё то, что с нами произошло – это действие лукавых сил. Поэтому мы должны быть очень бережны к тем, кто составляет соль земли русской. Как говорится в Евангелии, вы – соль земли. Если соль потеряет силу, что сделает её солёную? Царь Николай – это тоже соль земли русской. Страстотерпец, прошедший крестный путь до конца, гордо, красиво, бесстрашно. У меня Николай II – святой, святой мученик Николая, именно император наш. И больше слов я могу сказать, к святому нет другого отношения, как к святому. Он стоит наравне со всеми святыми. И мы не должны именно брать прошлое, когда он родился, жил, служил, управлял империей, государством. Он святой. Его кончина нам доказала его святость. А его кончина – это мурашки по телу идут. Он не только сам погиб, но вся его семья. Цесаревич Николай Романов и немецкая принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская познакомились, когда ему было 16, а ей – 12. Николай полюбил юную Алекс с первого взгляда, но девушка была слишком юна, чтобы говорить о любви. В следующий раз Николай и Алиса встретились только через пять лет. Тогда уже достаточно взрослый царевич не постеснялся сразу заговорить о свадьбе. Но ему отказали – и собственные родители, и родители невесты. Но цесаревич сжил только одной мыслью, чтобы Алекс стала его супругой. Спустя еще пять лет его твердая решительность увенчалась успехом. Государь-император Александр III наконец благословляет сына на венчание с 22-летней будущей Александрой Федоровной. Я так молилась за Тебя, за себя, чтобы мне стать лучше и как женщине, и как христианке, и чтобы Бог помог мне узнать и полюбить Твою Церковь, и чтобы Он помог мне преодолеть самую большую трудность – стать более достойной Тебя. Твоя Алекс. Николай II был так воспитан, что он умел держать себя в руках. Умел сохранять, во всяком случае, внешнее спокойствие. При этом он был таким государственным деятелем, таким главой государства, который стремился найти наиболее оптимальный путь развития, не скатиться в какие-то крайности, пройти по какому-то серединному, или, как говорят, царскому пути, избежать, и, скажем, большого кровопролития в первую русскую революцию, и одновременно все-таки взять ситуацию под контроль. Он искал, как политик, разумные решения. Вот что было на самом деле. Говорят, большевики говорили, и сейчас коммунисты продолжают говорить о том, что Николай II кровавый. Но вот кому бы промолчать, так это коммунистам. Более кровавых, чем их руководители вождей Ленина и Сталин, вот за всю русскую историю, не было, не было. Очень мало было смертных приговоров в царской России, России 19-го, начала 20-го веков. То есть это были исключения, это были десятки, десятки случаев. А при Ленине и Сталине уже счет пойдет на миллионы репрессированных, на миллионы погибших. То есть это совершенно, совершенно несопоставимые вещи. Говорить о том, что Николай II кровавый, большевики начали вот с ходынки, с трагедии. Ну, это несчастный случай. Вот такие несчастные случаи бывали и в других странах, в частности в Великобритании, и никто не обвинял главу государства. У нас же вот революционеры взялись обвинять царя. А в чем он виноват? В том, что ночью стали штурмовать палатки, где находились продукты и выпивка для празднования коронации. Кто в этом виноват? Это случайность. То есть это такие беды бывают. И к этому нужно отнестись как к беде, как к несчастному случаю. И, ну, кто бы говорил, скажем, о 9 января. Вот большевики сколько расстреливали, расстреливали, расстреливали. Но 9 января 1905 года была провокация, организованная Попом Гапоном, которого после этого извергли. Исана, он выставил такие требования, которые реализовать было невозможно. Вот немедленно, в этот же день, 9 января, он хотел, чтобы государь подписал созыв учредительного собрания, начало передачи земли, все демократические свободы в один день. На Западе, вот на демократическом Западе, на подобные демократические преобразования потребовались годы, десятилетия, а то и больше. Вот на то, чтобы в той же Великобритании сложился парламентаризм, потребовалось 800 лет. А вот нашим доморощенным революционерам нужно было, чтобы в тот же день вот царь взял и подписал, не мог он этого сделать. Он даже принять Гапона не мог, по той причине, если царь принимает Гапону, то Гапон моментально вырастает до фигуры сопоставимой с царем. Допустить этого было невозможно. Кроме того, как выяснили историки, у Гапона были какие намерения? В одном кармане был белый платок. Если царь подписывает петицию, с которой пришел Гапон, то Гапон выходит к рабочим, машет белым платком, значит мы победили. Если царь не подписывает, Гапон выходит к рабочим, достает из другого кармана красный платок, машет красным платком и начинается вооруженное восстание. Гапон планировал насильственный захват власти. Почему-то он был уверен, что вооруженное восстание во главе с ним окончится его победой. То есть это была грандиозная провокация. Погибли люди. Причем первые выстрелы были сделаны как раз со стороны колонны, которую возглавлял Гапон. Это у нармских ворот. Причем Гапон договорился с социалистами, революционерами и анархистами, что они выйдут на якобы мирное шествие, выйдут с оружием. Вероятно, или эсеры, или анархисты стреляли. Хотя нельзя исключать, что могли стрелять и японские агенты. Мы в это время воевали с Японией, и может быть Япония хотела спровоцировать внутреннюю смуту в России. Словом, опять же провокацию. В детстве мы, наверное, не обладали особой информацией, но ближе уже в молодости, в юности я, конечно, интересовался. Меня всегда интересовало вот это время смута. И государь-император являлся такой для меня мощной исторической фигурой. И еще до воцерковления вызывал интересы и огромное уважение. Ну, соответственно, когда уже пришел в церковь, то относился к нему как к святому. Относился к нему как к святому. И я даже знаю, что была там внутрицерковная дискуссия по поводу канонизации. Ну, конечно, когда канонизация произошла, даже вот я сейчас, как сейчас помню, смотрел съемки видео по телевизору, показывали из храма Христа Спасителя, насколько я помню. И когда митрополит Ювеналий зачитал, что причисляется к лику святых государь-император и семья, с таким стрепетом, с благоговением воспринял, прям вот что-то почувствовал внутри, в сердце. Хотел еще добавить, что у меня три сына, все почитают царскую семью, детей относятся с большой любовью. У нас дома есть картины, нам часто дарят фотографии. К царевичу Алексею такое отношение. Вот детей, значит, я зачислил в казаки, в казаки, вот, зачислил в казаки, и висят, значит, в детской комнате, висят фотографии царевича Алексея, который являлся атаманом казачьих войск. Вот, в форме все, и они так с таким вот, дети с благовением относятся, тоже с большой любовью к царской семье, к царским детям. Вот видим в лице Александра Невского, благоверного князя, как он был и полководцем, и дипломатом, и руководителем, и воином, и все. В том числе мы видим и в лице царя Николая II, который тоже был на такой вершине власти, но в то же время он был очень богобоязненным человеком. Он там живел, жил, не просто казался быть таким, он жил такой жизнью, и для него жизнь церковная была потребна своей души. К этому он стремился. И мы, когда знакомились с его дневниками, настоящими дневниками, потому что, к сожалению, их тоже опорочили во многих, и фальсифицировали, то мы видим, какой у него дух, какие у него мысли, какие у него есть отношения к жизни, как он оценивал те или иные события в жизни с точки зрения своего религиозного человека. Государи и императрицы испытывали друг к другу удивительно нежные и искренние чувства. Это было редкостью в семьях королевских и императорских династий. Браки у них, как правило, совершались по расчету. Поэтому молодая пара производила особенное впечатление на всех видевших их. После венчания с Александрой, такое имя Алисе дали после крещения в православной церкви, испытания государя Николая II не закончились. Александр III перед смертью завещал сыну, укрепляй семью, потому что она основа всякого государства. И сын исполнял этот завет, и первые годы брака протекли спокойно и счастливо. Моя родная душка, нежно благодарю тебя за твое дорогое письмо. Какая радость по возвращении из доклада находить на столе конверт, надписанный любимым почерком. После завтрака я убегаю с ним в сад и спокойно наедине наслаждаюсь твоим письмом. Мой любимый ангел, как и тоскую по тебе, жажду тебя увидеть, поцеловать и поговорить с тобой. Я чувствую, что скоро попрошу тебя приехать сюда на несколько дней, чтобы ободрить нас всех твоим милым присутствием. Храни тебя и девочек, Господь. Прижимаю тебя нежно к груди и осыпаю тебя бесконечными поцелуями. Моя дорогая старая женушка. Твой навеки, Ники. Почему, скажем так, важна была эксплуатация в той же Матильде, вот этого мифа о романе о государях, еще будучи наследником с балериной? Потому что советские вожди, типа Калинина или Ворошилова, очень любили, что называют, соответствующие забавы. Им важно было легитимизировать через вот эти тонны грязи, нанесенные на имя нашего государя, свои собственные грехи. И доказать, что вот мы не хуже, чем этот ваш царь. Мы, в общем, даже еще и лучше. Для этого же, скажем, эксплуатируется активно миф об отсталости России. У меня возникает всегда, когда нам говорят об отсталости России, только один вопрос. Вот партия, которую возглавлял Ленин, называлась Российской социал-демократической рабочей партией. Откуда взялись рабочие в отсталой, нищей аграрной стране? Ильич говорил о диктатуре пролетариата. Откуда взялся пролетариат в стране, в которой якобы нет никакой индустрии, которая отстала от других развитых стран мира на 300 лет и так далее? Ответ был очень простой, что на самом деле в России шла огромными, невероятными темпами индустриализация. Именно в правлении Александра Третьего и его сына Николая Второго. Идеологами этой индустриализации были и граф Витте, и Дмитрий Иванович Менделеев, который вообще выдающиеся экономические труды. Мы его все представляем как химика, но он был прежде всего крупным русским экономистом и теоретиком промышленного развития. И Петр Аркадьевич Столыпин. То есть рабочий класс существовал в России прежде всего потому, что при государе Николае Втором шла индустриализация. И никакого другого ответа здесь быть не может. Точно так же абсолютно абсурдный миф о якобы проигранной царской России Первой мировой войне. Раз и навсегда следует запомнить, что Первую мировую войну проиграл большевистский совнарком Владимира Ильича Ульянова Штрих-Ленина. Это он подписал Брестский мир, по которому Россия признала свое поражение всего за чуть больше, чем за полгода до того, как свое поражение вынуждено было признать Германию. Это Ленин и его команда, а не кто-то еще другой, исключили Россию из числа победителей в Первой мировой войне. Если посмотреть, скажем, на линию фронта, которую занимала русская армия на момент отречения государя Николая Второго от власти, мы обнаружим, что, скажем, в ходе Второй мировой войны Красная армия отстояла от своей границы на куда больше рубежи. А мы в этот момент находились там под Коском, еще не был освобожден от блокады Ленинград и так далее. Никаких подобных поражений царская Россия в Первой мировой войне не знала. Были локальные отступления, как бы большая часть из которых приходилось на не очень, скажем прямо, любившую Россию Польшу. На целых участках в Австро-Венгрии и в Турции русская армия находилась на территории противника. То есть то состояние, в котором советская Красная армия вышла во Второй мировой войне только на третий год войны. То есть, понимаете, говорить, если, скажем, мы не говорим о том, что Красная армия потерпела поражение, то еще более нелепо говорить о том, что поражение потерпела царская Россия. Его начало терпеть временное правительство, которое собственным приказом номер один развалило армию. И его довершила большевистская власть, которая, ну, в силу своих известных связей с Германией, с Генеральным штабом, просто-напросто запрограммирована была на то, чтобы Россия это поражение в войне признала. То есть, таким образом, речь идет не о поражении царской власти в Первой мировой войне, а о украденной у нас победе. Доброе утро, мой дорогой, милый, и много нежных поцелуев за твое теплое письмо и добрые пожелания. Когда они приходят от тебя, это трогает меня глубже, чем я могу выразить. Луиза дала мне рамочку, чтобы я вставила туда две твои фотографии, размером с запечатанный конверт. Найдутся ли у тебя две фотографии, которые ты можешь мне подарить, пусть и совсем старые? Я видела у тебя такие милые, на которых ты совсем крошечный, с кудрявыми волосами. Они бы как раз подошли, если их немного подровнять. Тысяча нежных поцелуев и благодарностей за твое дорогое письмо. Вечно мой любимый, дорогой Ники, твоя любящая и вечно верная невеста. Алекс Все, что касается моего истинного отношения, началось намного позже, началось неведомыми мне путями. Я пришла в православие сама, поздно. Но слава тебе, Господи, что я пришла к этому. Я получила в крещении имя Елисавета. И хотя я была крещена, видимо, в честь праведной Елисаветы, которую я очень почитаю, Но как-то мое сердце настолько открылось Елизавете Федоровне. В то время она, видимо, еще не была прославлена. Но спустя годы, когда я стала осознавать, кто я, и как-то идентифицировать себя с православием, Настолько этот образ стал мне близким, родным, и до сих пор это какая-то невероятная связь у меня С преподобным ученицей Великой Елисаветы. И, наверное, вот эта новая история, или вернее, не новая история, а новый взгляд на историю, Наверное, начался, начал открываться у меня вот через образ Елизаветы Федоровны. И, конечно, уже совершенно по-другому высветился лик царственных страстотерпцев, всей семьи последнего русского императора, его супруги Александры Федоровны, удивительных совершенно, цесаревин Ольги Татьяны, Марии Анастасии, цесаревича Алексея. Я стала очень много читать, потому что меня очень стало волновать это время, меня стала волновать трагедия нашей страны. Я стала сама себе задавать вопросы, что же произошло, почему мы пришли к такому ужасному повороту в русской истории, что за личностью был последний русский император. И с того момента и до сих пор это путь невероятных человеческих открытий для меня. Личность государя императора Николая Александровича совершенно уникальна. Как политического деятеля, как инициатора многих удивительных вещей, которые были подхвачены совершенно беззастенчиво потом революцией и всеми людьми, которые с этим связаны. И это и электрификация страны, это и удивительные успехи во множестве областях. Я даже сейчас не хочу про это говорить, про это, наверное, скажут многие ученые, которые в вашем фильме, ученые-историки, которые в вашем фильме будут выступать. Но меня как россиянке, как человека православного совершенно потрясает удивительная вещь, что сто лет назад этот русский государь был так оболган, так беззастенчиво предан своим окружениям. Ведь мы прекрасно понимаем, что это даже театральная позиция, что короля играет свита. Что же говорить про жизнь? Ведь один человек – ничто, ведь это целый механизм. Значит, те слова последнего русского императора, что вокруг трусость, обман, предательство – это настолько слова, которые вопиют к нам из того времени, из того столетия назад. Что же мы поняли, какие уроки истории мы вынесли из того ужасного времени, которое каким-то жутким, невероятным стечением обстоятельств, расположенностью многих и многих людей разных классов, козлу привели к тому, что Россия перестала существовать? Невероятная трагедия. Как мы сейчас, через сто лет, оцениваем это? Неужели мы не понимаем того, что те ужасы, которые наступили после трагедии в доме Ипатьевой, после вообще этого трагического предательства, того, когда многие разные классы отвернулись от своего государя и предали его, предали то мистическое, предали то мистическое, тот мистический союз, который был заключен первым царем из династии Романовых и русским народом. Это был мистический союз, такая, что называется симфония властей, когда государь, церковь и народ должны быть вместе, быть соработниками на едином пути каждой человеческой жизни и жизни поколения. Это все неразрывно связано. Вот это такое глубинное предательство, предательство человека, предательство императора, предательство вот этого мистического союза государя и народа, оно произошло. И то, что потом наша страна переживала эти ужасные годы революции, годы репрессий, годы Великой Отечественной войны, это же все, неужели мы не понимаем, что это все были очистительные жертвы, и которые, в принципе, продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока мы все не осознаем то, что произошло, то, что произошло тогда сто лет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ятия «М отечественная семья п bytes «М отечественная школа» И ещё, и ещё все. В швеу-швеа, Shakti, вот это был ясно. Но, если вы будете вернуть его в FL, то если вы не ответите, то она меняет, на лицо. То есть все решают. Итак, это выражает, что есть, что нам нужно? И теперь у нас все вместе. И это обязательно пишет, что я поняла что у него есть. И у него есть все, что делали. Ещё я говорю, когда мы говорим, что мы написали, что он думали, что он делал их ему наступление, Он рассказывал в собственном Союзе, что он говорил, что он просмотинник. Каждый год в торжественные дни, посвященные коронации, тезаименитству и рождению государя-императора Николая II, святой праведный Иоанн Кронштадтский в своих проповедях и поучениях говорил о роли царя державного, защитника веры и Отечества. В проповеди 14 мая 1897 года Иоанн Кронштадтский сказал, «Будем всегда всем сердцем благодарить Бога, что Он дал и доселе дает нам самодержавных и единодержавных царей по сердцу своему, сохраняя преемство рода романовых, и в них дух православия и стремление к возвеличению веры и церкви православной и государства российского». Незадолго до праведной кончины своей Иоанн Кронштадтский писал, «Царю нас праведной и благочестивой жизни. Богом послан ему тяжелый крест страданий, как своему избраннику и любимому чаду. Господь да укрепит его». 15 июля 1918 года. Дом Ипатьевых, Екатеринбург. Без всяких объяснений был вызван священник, чтобы совершить литургию. Вся царская семья и домочадцы исповедались и причастились. Когда дошли до заупокойных молитв, вся семья неожиданно встала на колени. Государь-император Николай II и все его дочери были со скорбными, полными внутренней боли лицами. У одной из великих княжон текли слезы. Став на свое место, священник с диаконом начали последование обедницы. По чину обедницы положено в определенном месте прочесть молитвословие со святыми у покой. Почему-то на этот раз диакон вместо прочтения запел молитву, отступив от устава. Едва запели, как стоявшие позади члены семьи Романовых опустились на колени, и ясно ощутилось высокое духовное утешение, которое дает покаянная предсмертная молитва. В конце богослужения читалась молитва Богородицы, где в трогательных словах выражается мольба страждущего человека поддержать его среди скорбей, дать ему силы достойно донести неиспосланный от Бога крест. После богослужения все приложились к Святому Кресту, причем Николаю Александровичу и Александре Федоровне диакон вручил по просфоре. Когда священник выходил и шел очень близко от бывших великих княжон, послышались едва уловимые слова «благодарим». Жить им оставалось один день. Боже, царя, храни, сильный бержавый царствуй на славу, на славу нам! Николай II не проигрывал русско-японской войны. Это утверждали революционеры, прежде всего Ленин, и так писали все советские историки. Это клевета на Россию. Дело вот в чем. Япония была близко к Китаю, где шли военные действия, поэтому перебросить из Японии войска в Китай не составляло труда. У нас же войска были в Центральной России. Чтобы, не дай бог, не спровоцировать войну, мы заранее не перебросили войска. Вот какая вещь. А проходила только вот одна линия Транссибирской магистрали. Слава богу, Николай II успел ее построить. Он курировал это строительство, и как раз в 1904 году построил вот эту одну линию. Войска перебрасывались, но они перебрасывались долго вот по одной линии. И когда было переброшено достаточное количество войск, летом 1905 года, у Николая II состоялось совещание. К чему пришли? Силы накоплены достаточные, чтобы разгромить Японию. Причем Япония оказалась в сложнейшей финансовой ситуации. 40% военного бюджета Японии оплачивали Соединенные Штаты и Великобритания. То есть реально американцы и англичане ввели войну против России руками японцев. Но одновременно американцы и англичане не хотели слишком большого усиления Японии. Вот пусть Россия и Япония друг друга истощат, а они вот выиграют в результате. И американцы, и англичане перестали финансировать армию Японии. А сил самими вести войну японцев не хватало. Вот в то время Япония намного экономически, финансово и в военном смысле уступала России. И летом 1905 года сложилась ситуация, что мы можем победить Японию. И расчет наших военных, доклад государю делал великий князь Николай Николаевич, состоял в следующем. Мы побеждаем Японию. На этого уходит еще один год. Погибнет 200 тысяч русских солдат и офицеров. Выслушав такой доклад военных, Николай II сказал, не будем губить людей. Начинаем мирные переговоры с Японией. Может быть стоило разгромить Японию. Стоило для укрепления режима, чтобы не дать позволить вот всякого рода Ленинам говорить о том, что царизм воевать не умеет. Ведь так говорили. Может быть стоило продолжить войну. Но с другой стороны, 200 тысяч человек. Ведь именно царь-христианин сказал, не будем губить людей. Мог Ленин сказать, не будем губить людей. Мог Сталин сказать, не будем губить людей. Да даже Брежнев мог сказать, не будем губить людей, посылая наших ребят вот в Афганистан, в феодальный мусульманский Афганистан, строить там социализм. Ведь не сказал этого Брежнев, а Николай Второй сказал и сберег сколько жизней. Значит, мир, который удалось заключить с Японией, был вот примерно равным. Примерно равным. Ну, с небольшим преимуществом Японии. Ну, скажем, оставили Японию, Южный Сахалин, там уже были японские войска, сражаться дальше не стали. Но в целом, по русско-японской войне можно сказать, что на самом деле, вот если правду говорить, это примерная ничья. Могли победить, но решили прекратить войну, чтобы не лилась русская кровь. Какие бы ни были мои политические убеждения, я через всю жизнь пронес уважительное, трепетное отношение к государю Николаю Александровичу. И никогда не позволял себе усомниться в том, что государь действительно пошел на русскую Голгофу. Смиренно со своей семьей и близкими приняв смерть, ритуальную смерть от балачей, убийц, от слуг дьявола. Надо знать правду о его жизни, не надо питаться всевозможной грязью, потому что оболгать можно любую страницу нашей истории. И если в отношении недавнего прошлого мы вроде как формируем отношение правильное, мы выступаем за то, что нельзя переписывать историю, перевирать, то почему-то мы позволяем врагам нашей страны, русофобам, ненавистникам нашей страны, переписывать историю в отношении последнего русского царя. Потому что им очень больно, всем этим фарисеям, которые называют нас неофитами, им очень больно, что была совершена такая Иудина, было совершено Иудину предательство по отношению к царю, и мы предали нашего государя. Можно быть монархистом, можно быть не монархистом, неважно. Но когда мы позволили кучке самозванцев под предводительством этих Троцких, Ленинов и прочих, так сказать, нехороших людей просто расправиться с легитимным, последним легитимным императором, то, конечно, без покаяния никаких, никакого прощения быть не может. Как мы можем хотеть и желать нашей стране добра, когда часть людей в нашей стране призывается не каяться в этом грехе цареубийства? Знаете, кровь, она и есть кровь, признаешь ты это или нет. И если мы будем жить в атмосфере вот этих вот, так сказать, шакалов и гиен, которые пытаются нас убоюбать, говорят, что ничего страшного, не такой был и хороший царь вообще, не надо каяться в этом, то мы так и останемся без благодати Божией. Мы и так делаем все, чтобы разгневать Бога. Мы убиваем детей в абортах, пропагандируем алкоголь, табак, мы развращаем людей. И мы, по сути дела, сейчас при помощи талантливых, видим, это сказать, заключивших сделку с дьяволом, продавших душу дьяволу за искру таланта, только не Божию искру таланта, людей мы, по сути дела, предлагаем так и остаться с нераскаянным убийством на наших руках. К сожалению, это наши деды делали. Да, пускай это не наши родственники, но это люди, которые жили хотя бы какое-то время в нашей стране, они были нашими согражданами, и они стали расстреливать в Ипатьевском доме людей. Понятно, там было много иноземцев, иноплеменников, но ведь без греха отречения от царя многих, многих русских людей не было бы ни революции, ни этого цареубийства. После венчания с Александрой, такое имя Алисе дали после крещения в православной церкви, испытания государя Николая II не закончились. Александр III перед смертью завещал сыну, укрепляй семью, потому что она основа всякого государства. И сын исполнял этот завет, и первые годы брака протекли спокойно и счастливо. У супругов родились четыре дочери, но царю нужен был наследник, и Господь даровал сына. Однако скоро радость омрачилась, врачи обнаружили, что у маленького Алексея гемофилия. Эта болезнь делает оболочку артерий настолько хрупкой, что любой ушиб или порез вызывает разрыв сосудов и может привести к самому печальному исходу. Носителем гена гемофилии была Александра Федоровна, но государь никогда ее ни в чем не обвинял. Ему и в голову не приходила мысль выбрать другую женщину, чтобы она родила ему здорового наследника. Нарушить святость брака, предать любимого человека – это было невероятным и Николаю Александровичу, и Александре Федоровне. Моя возлюбленная душка-женушка, сердешное спасибо за милое письмо, которое ты вручила моему посланному. Я прочел его перед сном. Какой это был ужас расставаться с тобою и с дорогими детьми, хотя я и знал, что это ненадолго. Возлюбленная моя, часто-часто целую твое личико на фото, как единственную с юности мною любимую женщину. Обнимаю тебя и нежно целую твое бесценное личико, а также всех дорогих детей. Благодарю девочек за их милые письма. Спокойной ночи, мое милое солнышко. Всегда твой старый муженек Ники. Спор с вот этим церрифобским мифом, его разоблачение и деконструкция, он, безусловно, очень важен, но самое главное нам выскочить и переключиться вот как бы вообще от вот этой логики обсуждения, что называется, вопроса нравственного облика нашего царя, перейти к вопросу, а где, собственно, вот наше наследство? Вот вы как бы убили и государя, и всю семью. Где наша Россия? Верните, пожалуйста, нашу Россию. Мне представляется очень важным еще отречься от такого несколько сентименталистски покровительственного отношения к государю, когда вот говорится, ну да, конечно, царь он был не очень выдающийся, вот дальше идет вот опять же этот стандартный список мифов, но вот его убили, нам его поэтому вот как убитого человека очень жалко. Нет, несомненно, убийство царской семьи – это чудовищное, невообразимое преступление. Это надо осознавать. Но государь-император Николай II был велик не только в своей смерти, в смерти христианина, старстотерпца и мученика, он был велик в своей жизни, он был велик в своих исторических достижениях, таких как Транссиб или строительство Мурманской железной дороги. Вы знаете, я в Новосибирске в мае месяце этого года прочел такую лекцию, которая несколько, по-моему, что называется, ударила по шарам как бы местной публике. Я прочел лекцию под названием «Николай II – царь-победитель», где привел аргументы, которые показывали, что в той Великой войне, которая началась в XIV, на самом деле только взяла паузу в XVIII и закончилась в XIV, вклад именно императора Николая II и его эпохи в конечную нашу победу над Германией был совершенно огромным. Я там приводил вполне конкретные факты. Например, то, что под его личным настоянием было закончено строительство Мурманской железной дороги. Между прочим, той самой железной дороги, которую защищают вот девушки в повести о «Зоре здесь тихие». Они защищают именно вот эту железную дорогу, потому что она имела критически важное значение для поставок помощи союзников. А на самом деле Советский Союз очень серьезно зависел от этой помощи союзников, еще в большей степени, чем Российская империя. И вот поскольку это был единственный незамерзающий порт, то только через Мурманск можно было регулярно наладить поставки в, скажем, зимнее время. И не будь личного вклада Николая II в эту историю, наверное, эта дорога не была бы закончена до окончания его царствования, а потом кто бы в гражданскую войну стал бы ее заканчивать. И множество вот таких мелких факторов показывает, что это действительно был крупный государственный деятель, который, ну, просто по объективным причинам уже не смог противостоять той волне безумия, которая охватила не только Россию, но, в общем-то, большую часть, как бы, и западного мира, потому что революционные или предреволюционные события сотрясали огромное количество стран. Скажем, Германия, несмотря на всю комбинацию с Лениным, несмотря на, в общем, то, что она смогла избавиться от войны на два фронта, несмотря на все это, Германия тоже свалилась в революцию. То есть говорить о том, что революция – это вина государя, это совершенно несправедливо. Зато огромен вот его вклад в создание долгосрочного исторического наследия, которое имело значение уже и после его отречения, и после его смерти, намного позже. Опять же, вот характерный пример. Товарищ Сталин в течение всей, как бы, истории своего правления мечтал о линкорах. Он хотел, чтобы у Советского Союза были крупные надводные корабли, чтобы Советский флот, как бы, был одним из крупнейших флотов мира, и ни разу ни одного линкора при Сталине не построили. Ни одного. Несколько раз начинали, и каждый раз по тем или иным причинам забрасывали. В результате, в 1941 году Ленинград, сам Петербург переименованный в Ленинград, защищали орудия царских линкоров. Гангута и Петропавловска переименованы только. То есть и здесь получается, что вот Николай II и Столыпин защищали столицу Российской империи от Гитлера в каком-то смысле гораздо больше, чем иные там из большевистских вождей, которые их уничтожили. То есть и где бы мы не взглянули на государственную деятельность, государственную работу нашего императора, мы везде видим заложенные долгосрочные проекты, которые на самом деле России еще предстоит реализовать. Вначале было, мягко говоря, ровное отношение к царю, к царской семье. Я многого не знал. Нам внушали, когда мы были школьники, что коммунисты сделали все правильно, они были вынуждены сделать. Я, когда узнал, что царскую семью сделали святыми, удивился. А потом было несколько событий, ряд событий. И знаете, год от года почитание возрастает и возрастает. Я знал, что в Екатеринбурге проходят крестные хода. Не собирался в этом году ехать. Как-то так получилось, что у меня какая-то сила взяла, просто подняла, и эта же сила подняла моего ребенка, Костика, которому транс лет. И мы выехали. Думали, это, короче, честно, более легкое будет испытание. Это серьезное испытание. Это всю ночь не спать. Это служба. Но знаете, с молитвой к царской семье, с молитвой Иисусовой молитвой, наверное, удалось преодолеть. И, наверное, если Бог даст, и к следующему тоже поеду. Была огромная масса народу. Ночной службы, наверное, было тысяч пятьдесят. И так получилось. Мне показалось, что на крестный ход еще откуда-то стали люди прям пребывать, пребывать. И вот это вот вереницы людей, которые впереди не видно конца края, сзади не видно конца края. Все поют, молятся, все воодушевлены. И для моего сынишки было удивление. Он сам спортсмен. Шли калеки, которые просто идти не могли. И они доходили дистанцию двадцать два километра. Вот это вот из чудес, которые, сколько бы я сейчас не говорил, надо увидеть воочию, когда человек хромает, когда бабушки лет под шестьдесят и больше. Вот на этом порыве, вот на этом вдохновении доходят. И наверное, это приносит покаяние за те годы лихолетия. Сейчас мы готовимся к столетию этих событий. я думаю, есть такое напряжение в воздухе витает, такое серьезное напряжение. Я думаю, страна должна покаяться, принести свое покаяние, чтобы такого не было в будущем. Царское, царственное страсть и терпство, молите Бога о нас. С детства с юности любил историю России и старался изучить, когда представилась возможность, уже там, конечно, так сказать, сформировался именно положительный образ великого нашего царя, императора Николая Александровича, Николая II. Не все еще осознают всего ее величия, всего величия этого государя, императора, который сочетал, можно сказать, все христианские добродетели. То есть, надо сказать, что понятно, что все люди грешны, и цари тоже люди грешны, имеют свои какие-то слабости, но нам-то важно, когда мы говорим о примере каком-то, святом или не святом человеке, но как о примере, нам важно именно то, что положительное, что мы можем взять от этого человека, от истории его жизни. И царь, император Всероссийский Николай Александрович дает много положительных примеров, это и крепкая воля, это и смирение перед обстоятельствами, которые он не может изменить, это и любовь к своим близким, к своей супруге, к своим детям, любовь ко всему народу русскому. Вот то, что самое главное было, наверное, у него, и то, что отличало большинство, или почти всех царей русских, это любовь к своему народу, искренняя любовь к народу. Все в народе российском всегда говорили царь-батюшка, то есть отец всему народу. И Николай Александрович был таким отцом, и благочестивым отцом своего семейства, и благочестивым отцом всего народа. Поэтому, как вот у нас говорят там, Александр II освободитель, Александр III миротворец, Николай II благочестивый. Это образ благочестивого царя. Примерный семьянин с юности влюбленный в свою будущую супругу принцессу Алису. Отец пятерых детей, который, несмотря на свои занятия, уделял внимание воспитанию своих и сына, и дочерей. Мы видим столько фотографий, когда он с наследником выезжал на фронт, когда он его там иногда и на руках носил, так сказать. И это вот единение царя и наследника тоже некий был образец, идеал. Нам показан был идеал царя, идеал наследника. Поэтому, конечно, любовь к Николаю Александровичу, к святым царственным мученикам, это необъемлемая черта вообще всех православных, всех настоящих, православных и всех русских людей. Начало 20 века захлестнуло Россию войнами, и Николай часто и надолго покидал дом. Александра каждый день отправляла мужу письма, чтобы он не печалился вдалеке от семьи. Всего уцелело около 600 писем. Заглянув любой из них, можно ощутить неземную и теплую любовь, которую согревали любящие сердца государя с супругой. Молиться за тебя моя отрада, когда мы разлучены. Не могу привыкнуть даже самый короткий срок быть без тебя в доме, хотя при мне наши пять сокровищ, писала мужу Александра Федоровна. Даже спустя 20 лет после свадьбы она ласково называла его «мой солнечный свет», а ее дневниковые записи поражают глубиной понимания брака. Мое бесценное сокровище. Ты прочтешь эти строки, ложась в постель в чужом месте в незнакомом доме. Дай Бог, чтобы поездка оказалась приятной и интересной, а не слишком утомительной или слишком пыльной. Я очень рада, что у меня есть карта и что я могу следить по ней ежечасно за тобой. Мне ужасно будет недоставать тебя. Благословляю тебя, крещу и крепко обнимаю. Целую тебя всего с бесконечной любовью и преданностью. Завтра утром в девять часов пойду в церковь, постараюсь сходить туда и в четверг, молиться за тебя, моя отрада, когда мы разлучены. Не могу привыкнуть даже самый короткий срок быть без тебя в доме, хотя при мне наши пять сокровищ. Спи спокойно, мое солнышко, мой драгоценный. Тысячу нежных поцелуев шлет тебе твоя старая женушка. Да благословит и хранит тебя Бог. Фильм Матильда это грандиозная провокация, грандиозная, потому что фильм задумывался так, чтобы его посмотрели миллионы людей. есть даже, как утверждает режиссер учитель, договоренность, что четыре серии будет показано по центральному телевидению. То есть идет речь об огромной аудитории. И в чем смысл этой провокации? Люди, посмотрев этот фильм, иной раз может быть даже невольно будут глядеть на икону Николая Второго святых царственных статерцев, но как бы вот иной раз даже вопреки своему желанию вспоминать вот постельную сцену с Николаем Вторым. То есть это желание авторов фильма дискредитировать государя, особенно перед столетием убиения святых царственных страстотерпцев, особенно в год столетия катастрофы 1917 года, причем когда сначала премьера намещалась на февраль, а именно в феврале произошла февральская революция, отстранена от власти Николая Второй. Сейчас премьеру перенесли на 25 октября. А что такое 25 октября? Это по старому стилю день победы Октябрьской социалистической революции, то есть 25 октября власть захватили царево-убийцы. Вот здесь какие совпадения, которые на самом деле не совпадения, а свидетельствуют оппозицию авторов фильма. Авторы пытаются высмеять, дискредитировать государя. Начиная с этой сцены, где оголяется часть тела у балерины, у государя монокль падает. Вот как смешно. Есть документ, в котором говорится, что оголение было, но государь в это время с кем-то разговаривал и не заметил, и никакой такой смешной реакции на самом деле не было. Возникает вопрос о том, что было между Николаем Вторым, до этого наследником Николаем Александровичем, и Матильдой. Николай Александрович с 16 лет, это зафиксировано в его дневнике, был влюблен в свою будущую супругу, которую тогда называли Алекс, ей было всего 12 лет. Это в его дневнике Николая Александровича, это буквально любовь с первого взгляда, так бывает на самом деле. Сохранились дневники Матильды Кшесинской в Москве, и она пишет, что флирт был, и она, Матильда, хотела интимной близости с наследником Николаем Александровичем, но добиться этой близости не смогла. Вот это ее свидетельство синхронное. Потом, потом уже в 90 с лишним лет, находясь в Соединенных Штатах, Матильда утверждала, что государь якобы делал ей предложение, вот всю жизнь не вспоминала, а в 90 с лишним лет она до 99 прожила, вдруг вспомнила, уже это подвергает сомнению ее слова, но главное, что этого просто быть не могло, потому что Николай Александрович это глубоко верующий человек, который был воспитан так, что он наследник по промыслу, по воле Божьей ей, а жениться на балерине это значит отказаться от своего права на престол, вот не мог он этого сделать, не мог, если бы он захотел, эта близость была бы, она вот, как говорится, сама из платья выпрыгивала, то есть в буквальном смысле она могла голышом на столе станцевать, вот такая была особа Матильда Кшесинская, но она сама свидетельствует, что близости не было, это тоже важный момент, то есть идет попытка скомпрометировать государя, и в этом фильме, судя вот по трейлерам, очень много очень грубых хамских ошибок, никакого романа не было, ну, лучше всего убедиться, прочитав переписку Николая II и Александра Федоровна, она опубликована, переведена на русский язык, вот все, что сохранилось, мы видим такую потрясающую любовь, настолько чистая, светлая, принесенная через всю жизнь, любовь, у многих людей лет через 10 чувство как-то остывает, а тут нет, этого не происходит, какие письма через много лет они друг другу писали, вот особенно в Великую Войну, в Первую Мировую двойную, это все сохранилось, когда это читаешь, понимаешь, что измены тут быть не могло, вот все брухнуло, если бы кто-то кому-то изменил, значит, этого быть не могло, это клевета, это хамство, это абсолютно безнравственность того, кто снял этот фильм и кто оплатил этот фильм. На самом деле и вы, и вся страна, вся Россия знает от Рамзана Ахматовича отношение чеченского народа к царю и к царской России и какие были отношения тогда у чеченцев и у других национальностей к царю и той России, которая была. Чеченцы особенно были очень близки к царю, мы знаем исторические факты, когда для России была опасность и была создана дикая дивизия в то время так называемая и туда уходили все горцы Северного Кавказа и они с честью и доблестью отстаивали целостность России и выполняли те указания те поручения которые были даны царем по спасению России в то время. Андан Ахматович очень четко и ясно выразил отношения народа и своего как главы региона к этому фильму, который сегодня нам хотят продемонстрировать и показать царя ни в благовидном, ни в хорошем свете, так скажем. мы очень отрицательно относимся к этому я как в первую очередь как гражданин России и Ченской Республики и как депутат Государственной Думы и я знаю отношения наших депутатов членов Совета Федерации к этому фильму и к этой ситуации в целом. Она очень отрицательная и я не увидел ни одного нашего депутата или члена Совета Федерации от Чеченской Республики, чтобы это поддерживать. Естественно, мы поддерживаем то позицию и мнение главы Республики, героя России Ромзана Ахматовича и нашего народа. Мы все знаем историю России, она во времени недолгая, если брать от царя. Поэтому при царе Россия развивалась, Россия была чуть ли не первым в месте в мире по экономическим факторам, по стабильности и так далее. Кому-то это не нравилось. Кому это не нравилось, мы сегодня знаем, понимаем, тем же, кому сегодня нынешняя Россия во главе с Владимировичем Путиным, то, что мы не становимся на ноги, что у нас все получается, что мы не разделяем на вероисповедание, на национальности, то, что мы живем вместе тысячелетиями на этой земле в России, то кому-то это нравится, они хотят ее разделить. А это есть начало того, что нам навязывают вот этот фильм, потом завтра начнут еще найдут что-то, потом начнется еще что-то, и вот так вот пошло и пошло. Вот сегодня, как вы правильно говорите, кто бы ни говорил, если он говорит то, что сейчас мы обсуждаем и свое отношение к этой ситуации, к этому фильму, и отношение свое к царю, это не просто как к человеку, это, тем более, в православии он причислен к святым, поэтому это очень важно для в целом России, и для пульского народа, и для всех остальных народов населяющих Россию, поэтому мы свое мнение, отношение сказали, выразили, мы вместе сила. Присяжный лист мусульман дикой дивизии. Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед Кораном хранить верность его императорскому величеству, государю-самодержцу всероссийскому Николаю Второму, честно и добросовестно исполнять все обязанности и не превышать предоставленные мне власти и не причинять с умыслом никому ущерба или убытков, а напротив, вверенные мне интересы ограждать как свои собственные, пометуя, что я во всем этом должен буду дать ответ перед законом и перед Богом на страшном суде его, в удостоверении чего целую преславный Коран. Аминь. Из воспоминаний о родном брате-государе Николая Второго великом князе Михаиле Александровиче, командующего Кавказской туземной конной дивизией. В дикой дивизии очень любили его. Офицеры любили его за дивное душевное качество, дикие горцы-всадники, за его храбрость и еще больше за то, что наш Михаил брат государя. Тут любовь переходила в обожание. Горцы его боготворили. Через глаза нашего Михаила сам Бог смотрит. Отношение мусульман к государю императору Николаю Второму и другим нашим руководителям. Она проистекает от сунды пророка из основ ислама. Если говорить точнее, пророк Мухаммад мир ему и благословение Всевышнего говорил, если к вам приходит уважаемый человек одного народа, то вы уважите его. И также, поскольку человек уже ушел в мир иной, мы относимся к человеку с почтением, ибо знаем, что за те дела, которые человек совершал, он отвечает только перед Творцом Всевышним Создателем. Также мое личное отношение к руководителю нашей страны, династии, который правил более ста лет тому назад, к этой династии, я бы сказал, что оно тоже уважительное. Сегодня в обществе, несмотря на то, что есть разные мнения о том, что был слабым человеком, как же так вот он подписал в поезде вот этого звания свое последнее. Вы знаете, ведь мы, я сказал бы так, что не до конца еще знаем сто процентов тех моментов вынуждающих государя-императора, который давал клятву перед Богом за это Отечество, почему же он пошел на этот шаг, что все-таки сподвигло его и не только он один, не только Николай II, если посмотреть на историю мира тогда, давайте возьмем султана Абдуль-Хамида Великой Османской империи, ведь получилось так, что он тоже ушел и еще ряд руководителей в мире вообще. Это был совсем другой период изменений политической конструкции вообще мира, поэтому я бы здесь воздержался от негативной оценки. Бухарский эмир строил корабли для русского царя, они так и назывались, эмир-бухарский, эти корабли, то есть взаимоотношения между, скажем, мусульманским сообществом и государь-императором, его семьи, тогда уже были на, я бы сказал, на высоком уровне, и также последний муфти Оренбургского Магометанского духовного собрания в Санкт-Петербурге Мухаммад Сафа Баязитов до последнего не отрекался от государя, ему просили и известные лица в Санкт-Петербурге, но он не подписал обращение в начале, он до последнего оставался верным государю нашего Отечества. Я думаю, что мы современные граждане великой страны с большой историей России, с многовековой историей должны с уважением относиться к своим руководителям, ведь только так можно воспитать правильно и будущее наше поколение, если в семье не уважают отца и деда, то сложно воспитать правильных детей и внуков. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор 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 А.Егорова на политические темы хотя высшие сановники российской империи вот например оберпрокурор святич сенода раев товарищ оберпрокурора но товарищ от в нынешней терминологии заместитель оберпрокурора оба они предлагали по очереди независимого друг от друга 27 27 февраля 17 года они предлагали выпустить успокоительное послание к народу ну и соответственно к православной пастве и как-то утихомирить сделать что-то для утихомиривания политических событий точнее для утихомирения толпы но первен за первенствующий член синода митрополит киевский владимир богоявленский он сказал что дескать вот когда мы нужны нас только лишь тогда вспоминают а так в общем так царская власть дескать на к на к нам как так снисходительно относилась и поэтому мы ничего не будем делать в защиту монархии когда после того как время пресса была сформирована она была сформирована 28 февраля на 1 марта синод стал наводить мосты с временным правительством же 1 марта об этом все и существует несколько документов вы были засланы гонцы к времену происшему дескать там что вы научим какие-то стали искать точек и всякие точки соприкосновения святейший синод и значимый время правительства но в те в тот день или там в те дни до отречения николая 2 до ночи со 2 на 3 марта это же было просто революционная власть никакой легитимности не было у временного правительства ну то есть в госдуму или там исполненный комитет госдумы сформировал его но это была революционная власть но тем не менее синод стал наводить с ней мосты что в общем то вполне очень и красноречиво характеризует политическую позицию синода и вот как в этой точке в на исторической развилки повел себя высший орган церковного управления святейший правительствующий синод а он значит уже 4 марта стал распространять по по епархиям телеграммы что прекращаем молиться за царскую власть и что минался в император вводим поминовение время благоверного временного правительства значит потом была целая серия определение 6 7 8 там 18 марта и так далее значит суть этих определений сводилась к тому во первых было выпущено послание 9 марта который начинал следующими словами свершилась воля божия россия на пусть россия вступила на путь новой государственной жизни да благословит ее господь счастье и славы иная новом пути то есть в общем то дискуссионно как так новая жизнь не очень так сайт там благословит господь мою короче говоря но по вас по мнению современников это послание легитимировала временного правительства то есть это как оценили современники так сидят документ но главное было не это главное было молитва изменения в богослове на причинах и молитвословиях значит как я уже сказал что сенат распорядился всюду где поминалась царская власть молитвы о царе не сходили сус церкви по частоте поминовений молитвенных молитвы о царской власти но царе о членах император императрицы наследники престолов до сущей императрицы дамы и в целом доме романовых значит по частоте они были по на втором месте после поминания божией матери то есть молитва о царе она пропитная служба была бы молитвой о царе но синод сказал что распорядился что значит всюду где поминалась царская власть дом романовых был упомян в прошедшем времени то есть в связи с прекращением поминовение царствовавшего дома там водим так сайте и изменяем молитвы когда император николай второй был предан своим народом и генералами и отправился в ссылку верная жена поехала с ним они помнили о пророчестве паши саровской и имели возможность уехать за границу но выбрали осознанно смерть за отечество свое во время ссылки над ними издевались тюремщики но святые царственные мученики сохраняли спокойствие и достоинство чем поражали своих врагов дети находились рядом с родителями наравне разделяясь с ними все тяготы заключения и каждый день ожидая смерти и при этом они никогда не жаловались в их дневниках того периода можно встретить такие записи господи помоги нам позже в бумагах старшей дочери и княгине ольги нашли стихотворение которое завершалось такими строчками а у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов царская семья являлась например старцу николая гурьяна на острове залит после этого он говорил что мучили святых страстотерпцев в течение 6 часов в течение 6 часов существует версия о том что головы в результате были отсечены и заспиртованы и вот те очевидцы которые вот по сведениям некоторым видели эти головы свидетельствуют глава царя была совершенно седой он посидел видимо вот моментально с лицо царицы было со следами побоев нос был сломан ну конечно я думаю что эти ритуальные вещи которые происходили и которые были описаны владимир ивановичем дали им они может быть в какой-то концентрированной степени присутствовали здесь потому что вот сейчас исследование и мультату или других известных историков говорит о том что по сути дела следы расстрела наверное были все-таки заметанием следов чем-то декоративным но постреляли по стенам вообще-то в тесном замкнутом помещении когда стреляют из винтовок из другого сильного оружия сильным боем когда 11 расстреливаемых и 11 человек стреляют с рикошеты просто уничтожили бы всех тех кто стрелял а пуль был выпущен огромное количество похоже действительно это была инсценировка в ночь на 18 июля по иудейскому календарю праздник 9 день 9 ава это день разрушения соломонова храма праздник очень специфический до странный выбор вот этого ипатьевского дома который в народе назывался дома шарави его как угодно потому что местные жители помнили прежних долговременных владельцев этого дома незадолго до этого действия страшного в ипатьевском доме дом был куплен инженером ипатьевом и опять-таки в этом усматриваются такие моменты вот симпатической магии ипатьевский монастырь где династия романовых пришла к власти и ипатьевский дом где решили эту династию пресечь есть еще подобные подобные же примеры таким специфическим каббалистическим числом является 11 11 жертв не будем не будем уже вдаваться в эти подробности ну вот смотрите впервые наверное о ритуальности этого убийства заявил следователь соколов который в том числе обратил внимание на вот эту каббалистическую запись на стене дома которая одним из специалистов и мигрантов была расшифрована впоследствии как такой текст здесь по приказу тайных сил царь был принесен жертву для разрешения для разрушения государства осем извещаются все народы для разрушения государства вот смотрите теперь тот момент который связан всегда связан с такими вот ритуальными особо значимыми ритуальными убийствами потому что помазанник божий его убийства это уже из ряда вон выходящий факт поэтому вот ту клевету которую сейчас повторяет фильм матильда мы должны рассматривать как мне кажется в таком контексте смотрите царь принесен в жертву для разрушения государства до государство было разрушено но не до конца в виде квази империи ссср сохранилась значительная его часть а тогда же всем седьмом году популярнейший в то время писатель пикуль начинает писать свой роман все о том же роман который называется нечистая сила название то какое и вот народ все это считает захлеб с удовольствием внимает верит верит якобы якобы исторические романы документальные по историческим меркам проходит буквально доля секунды меньше 20 лет и вот уже за беловежским столом сидят три портаппаратчика один из них очень сильно нагружен конечно не только не только водкой понятно что он там туалете заснул в ходе этих переговоров он был нагружен вот этими говоря языком магии симпатическими связями человек который разрушил и патерский дом разрушил уже советский союз эту квази империю но ведь остается еще еще огромная часть бывшей российской империи остается так называемая российская федерация процесс продолжается и сейчас выход вот этого клеветнического фильма надо рассматривать в этом контексте тем более что как раз к этой вот дате столетия так называемой великой октябрьской революции один из известных московских театров готовят постановку той же самой нечистой силы как все как все складывается вы чувствуете что речь идет о о существовании российской государственности как мне кажется нас учить чему-то должен не учитель а священная сакральная история нашей страны трагическая история развала империи развала советского союза и конечно же готовящегося нашими врагами развала нашей современной государственности рука об руку николая александра с детьми встретили свою гибель под екатеринбургом и на иконах царские мученики изображаются вместе всей семьей в день свадьбы императрица александра федоровна написала дневнике когда эта жизнь закончится мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно и ее мечта сбылась государь император николай второй зашел на 7 месте на свою царскую голгофу зашел ради всех нас независимо от национальности конфессии он был отцом всей многонациональной российской империи сейчас спустя сто лет потомки тех кто ритуально убили святого государя в екатеринбурге пытаются глумливо опорочить его память и его святой семьи призываю всех любящих государя независимо от конфессии национальности или цвета кожи встать на защиту святого государя и не посрамить его спустя сто лет молитами святого царя да помилуй всех нас господь во время пересылки царской семьи в екатеринбург накануне крестных страданий великая княжна ольга николаевна записала духовное завещание государь императора николая второго к верноподданным отец просит передать всем тем кто ему остался предан и тем на кого они могут иметь влияние чтобы они не мстили за него так как он всех простил и за всех молится и чтобы не мстили за себя и чтобы помнили что то зло которое сейчас в мире будет еще сильнее но что не зло победит зло а только любовь а а а а а а а Спасибо, брат, вам за отличное учение! Спасибо!